Братья и сестры, здравствуйте! По просьбам трудящихся будем сегодня прикасаться к освящению следующей темы. Есть такая у нас организация «Левада-центр», которая занимается различной социологией по заказу и по личному почину. И у них последние горячие такие пирожки, их рабочие, это опросы российского населения по поводу отношения к римской церкви, отношения лично к Папе Римскому, считаете ли его человеком знаменитым, великим, влияющим на различные процессы, как вы относитесь к визиту возможного Папы Римского в Россию и так далее. Меня это несколько заинтересовало, поскольку католическая церковь в России присутствует, католики в России есть, но их, во-первых, не очень большое число, и они совершенно не видны в информационном поле. И обычный среднерусский не сталкивается с католицизмом. Ему нужно сильно погрузиться в тему и специально-то все искать, находить, читать, узнавать, знакомиться, смотреть, слушать. А так вот просто на улице, шел-шел-пришел, такого почти как бы нет. Ну и вот заинтересовал меня этот вопрос со товарищей, в том плане, зачем вообще эту тему поднимать. Мы помним, как несколько лет назад, по-моему, пять уже лет прошло, как святейший патриарх Кирилл встречался в аэропорту Гаваны с Папой Римским. Мы до сих пор не можем, так сказать, успокоить часть церковной общественности. С одной стороны, это нормальная дипломатическая встреча, такой разговор, разговаривать надо, общаться надо. Но с другой стороны, огромная часть, значительная часть православной паства настроена исторически, так сложилась, антикатолически, так сказать, против римского престола и его политики исторической. Это такое будоражение, такое паство. А среднему россиянину это совершенно неинтересно. И вообще сейчас такое время наступило, знаете, когда леволиберальная повестка сильнейшим образом давит на церковных деятелей тоже. Католическая церковь, как говорил Папа Бенедикт, который сейчас является Папой на покое, Папой без престола, жив, значит, почтенный старец, дай Бог здоровья, значит, но не правит. Он говорил, что Христос совершенно изгнан из общественной повестки в Европе. Хотя она не перетерпела советских гонений каких-нибудь атеистических, он как-то мягко Христа, мягко, но жёстко, одновременно жёстко вытолкали вообще за поле общественного пространства. Католическая церковь попадает в поле внимания только когда педофильский скандал или заставляют Папу высказываться, например, или извиняться за мнимые или настоящие грехи в прошлом, ну, унижают постоянно их, там, долбят их со всех сторон. Вот. Или заставляют высказываться по БЛМу, по всякому, по женским правам, по феминизму, значит, и по экологической повестке. А во всех остальных вещах они вообще не слышны этого голоса. Наше время, как никакое другое, по степени, так сказать, очумелости и суетности, нуждается в проповеди сущностного христианства. Проповедь покаяния, возвещение истины о воскресшем Христе, ожидание великого суда, подготовка к нему, братская любовь, евхаристия. Как бы главные темы, которые нужно вообще освещать в проповеди, а остальное можно вообще не трогать. Но именно это вообще не слышно. И вот как послушаешь там где-нибудь, там, вольно-невольно, услышишь его, француз, значит, такой, там, то про экологию что-то скажет, там, про какие-то военные конфликты, там, непонятно где, то про женщину, там, то про мужчину без женщины, то про женщину без мужчины. Короче, такое всё, знаете, упревшее такое всё, размягшее такое. Кстати, Варфоломей, при всём уважении, это святейший патриарх, там, Константинопольская кафедра, то-то-то, тоже называют, то-то, зелёный патриарх, потому что он постоянно дует в эту зелёную дудку, значит, как бы двигает повестку. Понимаете, какое время сейчас наступило? Сейчас вообще визиты пастырские, они уже перекратили свою, потеряли апостольский характер. И вот поскольку Левада, как бы, эту штуку дёргает, как бы выдвигает, как бы, значит, зачем-то кто-то заказал им это, зачем-то они это делают. То есть, видимо, как у нас ожидает в ближайшем будущем, какое-то такое движение вот в отношении вот католицизма, что, как, там, не знаю, то ли экуменическая тема, то ли возможный визит папы сюда. У него такое огромное количество своей паствы в Латинской Америке, Африке, там, значит, в Северной Америке и в Европе, что ему, да и Бог, бы посещать свои епархии хоть время и время почаще, там их не объездишь за... А вот, как бы, тут начинается такая вот тема. Вот я, если бы у нас было прямое голосование, мне было бы интересно вообще, вы вообще же знаете, что у них про католицизм? Вот так вот, среднерядовой прихожанин, там, или среднеродовой россиянин такой. И вы, в общем, чувствуете, как выветриваются все священно-евангельские смыслы, как бы даже из речей самых великих сегодняшних людей, связанных институционально с христианством. Как им вкладывается в устах, это своя повестка, как бы, а за рамками ее они совершенно неинтересны. Вот. И у меня, конечно, вопрос, почему в социологические службы, вот в частности, это, Левада, центр, как бы, почему эта повестка возникает у них? Вот, чего нам ждать в будущем, как бы, к чему приготовиться? Вот, предлагаю, но подумать вам такое, чтобы не было скучно развеяться, от прочих тем, от надоевшего ковида и всех остальных перетрубаций. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова